Ладно, если я еще это забуду снять, будет совсем странно. О, это мой паспорт. А это мое лицо, когда я заметил одну важную деталь. Если взглянуть на дату моего рождения и сравнить ее с датой выдачи документа, то вне контекста может показаться, будто я получил паспорт на 76 лет раньше, чем родился. Но мы прекрасно понимаем, что это 95-й год 20-го века, а это 19-й год 21-го. Нам с вами это понятно, потому что мы не являемся ранней вычислительной машиной, которая в целях более эффективного использования пространства для передачи данных хранит только две последние цифры года. Да, я мог бы назвать это видео парадоксом тысячелетия. Но я этого не сделал. Хорошего понемножку. Так в чем же основной замес? Исаак Ньютон родился 25-го декабря по юлианскому календарю. А еще Иисус. И когда Дог говорит Марти, что с помощью машины времени можно увидеть Рождество Христа, он предлагает отправиться в 25-е декабря нулевого года. Проблема в том, что ни в юлианском, ни в григорианском календарях нет нулевого года. Третий год до нашей эры, второй год до нашей эры, первый год до нашей эры, и сразу же первый год нашей эры. Так куда же в таком случае Дог собирался отправить Марти? Он отправил его в первый год до нашей эры, если, конечно, исходить из международного стандарта ИСО 8601. Согласно этому стандарту число 0 соответствует первому году до нашей эры. Число минус 1 – второму году. Почему? Потому что так банально проще считать. 2019 плюс 31 – 2050. Этому числу соответствует 2050 год. Соответственно, через 31 год на улице будет 2050. 2019 минус 2050 минус 31. Этому числу соответствует 32-й год до нашей эры. 2050 лет назад был 32-й год до нашей эры. Компьютеры хранят данные так, как это удобно для них. Ну, а удобство для пользователей уже обеспечивает грамотный интерфейс. Так вот, когда расширение хранилища памяти стоит безумных денег, и буквально каждый байт на счету, есть смысл попытаться, ну, упаковать данные как-то более компактно. Например, как в паспорте. Вместо четырех цифр можно хранить только две последние. Ну, типа, мало ли, когда там две остальные изменятся. Каждые 100 лет. Они меняются каждые 100 лет. Я, как человек, который родился в 95-м году, могу сказать, что на моей памяти это произошло максимально быстро. И я, честно говоря, хочу еще. Не судьба. В общем, если вкратце, компьютеры не были готовы к приходу нового тысячелетия. Ведь с наступлением 1999 года, который отображается как 99, следующим должен быть какой год? Вот такой. 0-0. А как это трактовать? 1900-й? 1900-й? 2000-й? Ну, хорошо, если это последний вариант. Приход третьего тысячелетия взъерошил всех. В начале 2000-го года появилось огромное количество забавнейших заголовков. Два близнеца родились в разные тысячелетия. В Великобритании несколько семей спорят, чей ребенок родился первым в 21-м веке. Это крутой инфоповод. Только вот он ломается, а все ту же проблему. Проблему отсутствия нулевого года. Смотрите. Поскольку не было нулевого года, первое столетие началось в первом году. А значит, первое столетие, то бишь первые 100 лет, это с первого по сотый год. А первое тысячелетие с первого по тысячный. Второе с тысяча первого по двухтысячный год. А значит, третье тысячелетие, равно как и 21-й век, начались в 2000-й, блин, первом. Так что, уважаемые, родившиеся в 2000-м году, вы родились не в третьем, а во втором тысячелетии. Вы родились в 20-м веке. Ну, это так, лирическое отступление. Таким образом, наступление 2000-го года могло вызвать огромное количество ошибок. Что если после наступления 2000-го возвращается не 0-0, а 100? В старых системах дата не могла быть представлена в таком виде. А значит, происходит ошибка, и вся система накрывается. Если возвращается 0-0, система может начать думать, что это 1900-й год. Но даже если бы мы все условились, будто ведем отчет с самого начала, все еще будут возникать огромные ошибки при попытке посчитать, сколько времени прошло. Почему же об этом не позаботились сразу? На самом деле, расширение памяти при появлении первых компьютеров и правда было безумно дорогим. Добавить две цифры звучит, ну, не так страшно. Но ведь базы данных могут хранить тысячи таких дат, которые нужно будет запоминать. И это уже действительно сильно сказывается на стоимости. Не то, чтобы эту проблему обнаружили слишком поздно. Еще в 1958 году Боб Бэмер отмечал ее существование. Но блин, типа до судного дня оставалось еще более 40 лет. Да и сложно было поверить, что люди будущего, ну, то есть настоящего, будут пользоваться тем же самым софтом, что и тогда. Сегодня же технологии развиваются еще быстрее. Но как часто мы замечаем, что в магазинах или даже офисах стоят очень старые операционки. Какой-нибудь, знаете, Windows XP, который уже давно не поддерживается даже самим Майкрософтом. Для компании, если все работает нормально, и если новый софт не будет решать какие-то насущные задачи, нет никакого смысла тратить деньги на обновления. Так что о проблеме начали беспокоиться только ближе к концу 80-х. Но реальные последствия испытывали на себе те, кто занимался планированием. Те, кому дату нужно было считать наперед. Для них проблема 2000 года наступила раньше, чем сам 2000-й. В 1995 году проблема получила свое название – Y2K, год 2000. Ближе к делу этим беспокоились и правительства стран. По разным оценкам на то, чтобы вовремя пофиксить этот баг, по всему миру было потрачено в районе 300 миллиардов долларов. Апокалипсиса не произошло. Были только забавные конфузы, вроде табло, которое показывало 1 января 1900 года вместо 2000. Некоторые локальные перебои все-таки произошли в начале 2000 года. И это не то, о чем вы подумали. Во Владивостоке, например, упало электричество. А в некоторых районах Якутии в жесточайший мороз накрылось отопление. Сложно сказать, связано ли это с багом, или просто кто-то, знаете, не доглядел и решил отмазаться проблемой тысячелетия. Вы же знаете, как это у нас бывает. Все были немного мудаками. Атомная энергетика России застраховалась на 5 миллионов долларов. Но она устояла. Центробанк потратил 40 миллионов долларов на страховку и замену старых компьютеров. Сейчас сложно сказать, были ли все эти траты оправданы. Существует также точка зрения, что проблема была намеренно раздута для того, чтобы на это дело выделялись денежки. Но что точно можно отметить, СМИ раздули эту проблему до просто нереальных масштабов. Люди на полном серьезе начали паниковать, ожидая, что вся электроника накроется, что падет даже электричество. Начали массово закупаться водичкой. Побежали снимать свои деньги с банковских счетов, так как верили, что вся банковская система сломается и они останутся ни с чем. Этого не произошло. И постфактум сложно сказать, какие могли быть последствия, если бы деньги не были потрачены. И вы могли бы спросить, зачем нам задумываться об этом сейчас? Типа постфактум. Потому что на самом деле это еще не закончилось. Юникс-подобные операционные системы и некоторые другие используют стандарт Юникс-время. Он отсчитывает секунды, начиная с 1 января 1970 года. То есть ваше текущее время хранится там как количество секунд, которые прошли с 70 года до текущей секунды. И с этим уже бывали проблемы. Например, если на айфоне с iOS ниже чем 9.3.1 версии выставить время в час ночи 1 января 1970 года, то в некоторых часовых поясах после перезагрузки устройство просто не включится. Дело в том, что из-за разницы во времени айфон может начать воспринимать время как отрицательное. И, ну, немножко офигеет от происходящего. В более новых версиях дату уже нельзя выставить раньше, чем 1 января 2001 года. То есть реальное начало третьего тысячелетия. Ну и если устройство у вас 32-битное, то количество секунд, прошедших с 1 января 1970 года, достигнет критической точки уже 19 января 2038 года. В 3 часа, 14 минут и 8 секунд ночи. Выход есть. Если для хранения времени использовать 64-битную переменную, а не 32-битную, то судный день наступит примерно через 292 миллиарда лет. Звучит как хороший выхлоп при небольших затратах. Но вот же сюрприз будет для людей будущего, да? Если, конечно, людей. Ценность способности распознавать будущие трудности сложно переоценить. В одном из предыдущих видео я уже рассказывал о том, что мы уже рассуждаем о будущем не только в контексте тех забавных прикольных фишек, которые можно будет встретить в обычной жизни, но и в контексте проблем, которые могут нас поджидать. Когда в своих видео я поднимаю те или иные философские и этические вопросы, которые, казалось бы, никак не касаются людей настоящего, вроде проблемы в вагонетке, когда нужно решить, перевести ли стрелки на рельсах, чтобы спасти жизнь пяти, пожертвовав при этом одним невиновным человеком. Я на самом деле думаю в первую очередь о людях будущего и о том, что ждет нас в будущем. Даже это не просто вопрос человеческой этики. Это вопрос того, как должен себя вести в подобной ситуации искусственный интеллект. Нам предстоит решить, как мы научим его вести себя в таких ситуациях. Ведь чем раньше мы ту или иную проблему диагностируем, тем больше шансов у нас избежать реальных трудностей. Чтобы светлое будущее, о котором мечтали люди конца 19 века и о котором в глубине души грезим все мы, все-таки наступило. Вдохновением для моей мечтательной натуры стал проект Земля-2050. Здесь можно найти множество прогнозов того, что, по мнению футурологов, ожидает нашу планету в 2030, 40 и 2050 году. И на все это можно взглянуть своими глазами прямо на поверхности цифрового земного шара. И когда мне предложили оставить там свое предсказание, я понял, что это то предложение, от которого я не имею морального права отказываться. Вашему вниманию, мое предсказание на 2050 год. Группа подписчиков одного бесноватого блогера так хотела узнать будущее, а законы физики были настолько беспощадны, что не позволяли ни путешествовать во времени, ни узнавать предстоящее. Поэтому они начали краудфандинговую кампанию в пользу исследований бессмертия. Многие технологии оказались тупиковыми, вроде оцифровки сознания, но одна сработала и быстро начала терять в цене, что сделало ее массовой. Биоинженеры научились дешево выращивать любые органы из клеток пациента и пересаживать. Оказалось, что восстановить можно почти все, от потерянных конечностей до некоторых частей мозга. Стало бессмысленно побеждать многие болезни. Проще и надежнее заменять испорченные органы, как запчасти машины. Начала банкротиться Бигфарма. Ни гомеопатия, ни настоящие лекарства никому теперь не нужны. Наступило странное время. Люди стали бессмертными, но умирают по-прежнему. Рисковать жизнью стало проще. Соберут по частям и делай снова что хочешь. Поэтому рисковать начали больше. Это привело к ежедневному кошмару для миллионов людей по всему миру. Переходите на сайт проекта Земля 2050. Там вы найдете, чем заканчивается мое предсказание. Делитесь своими идеями, оставляйте свои прогнозы. Я там бываю. И те, что мне нравятся, конечно, лайкаю. Некоторые комментирую. Ну и, как вы заметили по одному из прошлых роликов, с некоторыми я, конечно же, спорю. Однажды, 70 тысяч лет назад, человечество уже чуть не погибло. В буквальном смысле. В районе современной Индонезии рванул невероятные силы вулкан. Пепел и дым разошлись на тысячи и тысячи километров вокруг. Небо потемнело, солнце потускнело. Его лучи перестали пробиваться к поверхности планеты. Животные и растения задыхались от удушающей пыли. Наступила вулканическая зима. Температура воздуха стала падать. Вымирали целые регионы. Наши предки отправились на поиски уцелевшего от катастрофы края. Навсюду были только смерть и голод. Ну, может быть, конечно, все было не настолько ужасно. Но если подобная катастрофа случится в планетарных масштабах и планета станет непригодной для жизни, нам с вами будет просто некуда спасаться. Кажется, вы уже знаете, на какую тему выйдет видео в 2020 году. Если вам понравилось это видео, обязательно отметьте это большим пальцем вверх под ним. Ну и загляните в мой инстаграм. Это он, кардинал Артур. Это я. Я уже выяснил. Ну, а на этом все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok